Итак, мы продолжаем с вами исследовать такое явление, как дело 32 адвокатов. Это ось, историческая ось времени в адвокатуре. Это дело стало ключевым в изменениях адвокатуры периода начала 21 века. И мы в прошлый раз говорили о мифах, о мифах, которые возникли вокруг 32 адвокатов. И там же, на прошлом видео, я давал классификацию всех подписантов, всех 32 людей, которые подписывали это открытое обращение, которое так взбудоражило и продолжает сегодня будоражить адвокатскую общественность. Но из этих 32 я выбрал 5 человек для особого рассматривания. Ну, во-первых, история – это люди. То есть история всегда основана на действиях конкретных людей. Некоторые люди действуют более активно, больше вклад в это движение, некоторые менее активно. Но что можно сказать о всех 32 адвокатов – это огромная благодарность. Благодарность о том, что они подписали. Потому что на этой конференции, которая случилась 2 марта 2019 года, было достаточно много людей, по-моему, более сотни. Но подписало 32. Некоторые потом говорили, что они не смогли подписать, ну, то есть не увидели. Некоторые принципиально не подписывали, но поддержали чуть позже это движение. Но все 32 человека огромной им благодарны за то, что они вообще подписали. Но затем часть адвокатов повела себе более активно, часть менее активно. И из более активных я выделил 5 человек, которые, по моему мнению, являются драйверами. Они являются движущей силой вообще вот этих событий. И, как я уже говорил на прошлом видео, хотя бы, если бы один из этих пятерки человек как-то отпал, или не приехал на ту конференцию, или не подписал, или потом вообще никак не реагировал, возможно, этих событий вообще было дальше и не было. Итак, я их перечислил. Какое основание деклассификации я не могу вам сказать, но я в таком вольном порядке. И первого человека, который я хочу представить, первого подписанта, это Андрей Рагулин. Андрей Рагулин – это человек, а я буду проговорил, на каком основании я вообще выделил эту пятерку. Первое основание – это они активны, а второе основание – это люди влиятельные. То есть, они не просто у них движуха, а их слово что-то значит. Что значит «значит»? То есть, об этом говорят. Они могут двигать историю. Вот Андрей Рагулин – это такой человек. Это профессор. Он защищался именно по адвокатской тематике. То есть, он специалист в этой области. Он редактор достаточно известного, ну, я думаю, самого известного адвокатского журнала «Евразийская адвокатура». И у этого человека, кроме интеллекта, а интеллект свойственен всем пяти, кроме последнего, эти люди, этот человек еще очень активный, гиперактивный. Умный и гиперактивный. Вы понимаете, какая-то гремучая снизь. Вот Андрей Рагулин – именно тот человек, который, благодаря которому и без которого просто бы не дожалось это дело. Следующий участник – это Василий Шавин. Василий Шавин, он из Нижнего Новгорода, адвокат из Нижнего Новгорода. У него есть особенность, ну, также интеллект, очень высокий уровень интеллекта. Предрасположенность к написанию научных текстов у него есть. И у него есть неспокойствие. Неспокойствие к фактам несправедливости. И на моей памяти именно он человек, который, ну, наверное, лет уже шесть борется с несправедливостью в своей палате. То он недоволен, что притесняют адвокатские кабинеты. То он недоволен, что распределение дел по 51 УПК идет неправильно. Причем это все в контекстах очень жесткой политики президента адвокатской палаты, бессменного президента адвокатской палаты, который со своими родственниками захватил власть в этой палате и ее держит. Как он до сих пор существует в этой палате, как до сих пор его не вычистили, этому не приложим. Но есть гипотеза, почему так происходит. Например, сегодня это уже невозможно, потому что президент палаты понимает, что если он что-то сделает с Василием, то это обернется ему очень-очень-очень плохими последствиями, скажем так. Следующий – это Алексей Аванесян. Алексей Аванесян из Краснодара. Там два человека, но я выбрал из двух, ну там три были подписанта из Краснодара. По активности я выделил двух сначала, а затем между двумя я выбрал более разумного. Ну, разум-разум, в смысле более последовательного и взвешенного. Это вот именно Алексей Аванесян. Это открытие, это адвокат открытия. Он очень систематичен, очень внимателен. У него также живет в душе вот это неприятие несправедливости. И я думаю, у меня есть предположение, что это один из символов адвокатуры будущего. То есть это человек, который будет, например, сменит другие идолы, условно говоря, Генри Марковича Резника, Клювганда, Падлу. Это человек новой формации, адвокат новой формации. И я надеюсь, что это образец. Не в смысле идола, а в смысле образец, то есть его модели поведения очень успешные. И они прославят Российскую адвокатуру, если она останется после тех реформ, которые произойдут. Следующий из подписантов. У меня неоднозначные к нему отношения. Но, безусловно, это драйвер. Без него также это бы все не произошло. Это Иван Павлов. И про интеллект я умолчу. Очень, ну, понятно. Он известный адвокат. Это столичный питерский адвокат. Очень интеллектуально развитый. Очень этичный. Он всегда очень здраво, ну, этично рассуждает. То есть никаких, вот, допустим, с моей точки зрения, с моей позиции, никаких претензий, там, виляния. Знаете, как это говорит одно, а делает другого. И Иванова Павлова не замечалось. Он, через него идет финансирование. Финансирование вот некоторых адвокатских проектов. В частности, то, что адвокаты собрали с 2 марта 2019 года, большая его роль. Потому что он посредник между теми лицами, которые финансируют, теми структурами, и самой этой процедурой. Без него просто не было бы, адвокаты не смогли бы собраться и вообще, в принципе, подписать. Ну, и пятый, я уже чуть анонсировал этого пятого подписанта в связи с интеллектом. Это ваш покорный слуг. Почему я себя бесстыдно отнес к этой пятерке? Ну, во-первых, потому что я себя люблю. А, во-вторых, даже стирая вот эту любовь, я вижу, что действительно мои тексты и мое участие в этом подписании влияет на эти процессы. Я не знаю, в худшую сторону или в лучшую сторону, но в любом случае влияет. Я себя отношу также к этой пятерке. Заканчивая вот этот осмотр, беглый осмотр, я еще раз хочу выразить благодарность всем подписантам, независимо от их места и роли в этой системе. Хочу извиниться перед ними, перед теми, кого я не проговорил. Или наоборот, потому что есть такая тенденция, что были запущены мемы, что те, о ком я говорю, это позор. То есть нельзя о них, если Миличенко говорит об этих людях, это позорит их. Ну, в любом случае, я благодарен всем. И тем, кто подписал, и еще к тем, кто не подписал, но активно участвовал. Возможно, и о них я сделаю отдельное видео, потому что там есть несколько человек, без которых также этого не было. Они не подписали, но они так участвовали, что без них движение 32 просто бы так же не состоялось. Ну так мы завершили с вами рассмотрение вот этого среза, среза 2 марта, что произошло, как появились эти документы. И на следующем видео я планирую углубиться. Углубиться, и мы будем углубиться достаточно глубоко, до 2002 года, но в данном случае углубиться не очень глубоко, и рассмотреть одну из причин подписания, формальных причин или сущностных причин, посмотрим, так ли это, так называемая тещина аренда. И так до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok